Доброе утро, Ульяновск! Привет, ся Ульяновская область! На часах шесть утра кто-то еще спит, кто-то уже спит, кто-то и вовсе не спал, а мы только проснулись и уже здесь. Значит, на телеканалах «Репортер 73 ОТР» наступило время нашей утренней программы. Кстати, Алексей, как ты планируешь адаптироваться к новому графику? Я стал раньше ложиться. Вообще, конечно, я сова, но... но... 8 часов сна никто не понял. Ну, про сов и жаванков можно, мне кажется, бесконечно разговаривать, еще и накладывать, да, отпечаток зима, темно. Вообще, хочется завернуться в одеяло иногда и оттуда не влезать никогда в жизни. Но, что ж, приходится, приходится как-то ради тебя. Дресс-код, да, нужно... можно обсудить с редактором, да, ввести в одеяло программу, но пока такого нет... Вечера в пледе с Алексеем Сорокиным. Отрадно, что, несмотря на время года, нашему партнеру салону «Цветы и штучки» перестраивается не приходится. Хотите цветов в январе? Легко! Ну, а хотите веселого утра? Легко! Этим утром в студии для вас работаем мы... Екатерина Музуряк... ...и Алексея Сорокин. Утро с репортером – это полезные и познавательные рубрики. Энергичные и зажигательные ведущие. Интересные и яркие гости в студии. Только позитивные темы. Спорт, здоровье, стиль, культура и саморазвитие. Ваше утро будет легким и бодрым. Смотрите нас на каналах «Репортер 73» и «ОТР». Начиная практически каждое утро со спорта и продолжая тему ЗОЖа, хочется отметить, что популяризация моды на здоровье рождает многочисленные исследования в этой сфере. Я практически уверен, что и здесь британские ученые оставили свой след. Ну, в какой-то степени ты угадал. Британцы Тим Спектер и доктор Меган Росси выяснили, что для оптимального состояния кишечника человек должен потреблять около 30 видов растений каждую неделю. 30? Серьезно? А бургеры куда складывать? Котлетки? Все остальное? Вот это вот, бифштексы? Алексей, мы обсуждаем ведь тренды здорового питания, к которым не совсем относятся перечисленные тобой блюда. Так, а пока окончательно не поругались на теме еды, кстати, я не завтракал, предлагаю передать слово Оксане Галеевой и самой полезной рубрике нашего утра «ЗОЖ». Доброе утро! С вами Оксана Галеева, руководитель студии Yoga Life, а также преподаватель женских практик. Есть вещи, которые нас окрыляют. Да, действительно, для кого-то это любимое хобби, занятие спортом, путешествия. Для меня это занятие йогой. Йога – это не только набор асан, это не только философия жизни, это работа управлять своим дыханием, отсюда своей энергией и, конечно, своей жизнью. Я сегодня хочу показать нетрудные техники, те, которые вы можете делать у себя дома. И мы займемся с вами дыханием. Сядьте поудобнее. В принципе, вы можете даже стоять. И делать эти упражнения можно в течение дня. Сначала мы активируем в работу свой животик. На выдохе мы начинаем его прижимать к себе, на вдохе чуть надувать. Здесь у нас находится дыхательная мышца диафрагма. И работает она словно зонтик. На вдохе она опускается, напрягается. На выдохе поднимается и выталкивает из легких весь отработанный воздух. Постарайтесь подключать брюшное дыхание, диафрагмальное дыхание почаще в течение дня. Поднимаемся вниманием чуть выше и доходим до нашего горлышка. Здесь у нас встречается первый путь работы со всеми, с обезвреживанием всех бактерий и вирусов, которые к нам попадают, около глоточное кольцо миндаля. И подключая в работу дыхание победителя, дыхание уджая, мы тоже подключаем в работу на стражу порядка весь наш иммунитет. Итак, уджая. Как оно дышится? Дышится. Откройте ротик и попробуйте несколько раз продышать, говоря шепотом букву А на вдохе и А на выдохе. Сразу после первого дыхания вы почувствуете, что появляется сухость, вам неудобно. Конечно, потому что дышать ртом это также противоестественно, если бы вы кушали носом. Поэтому вы закрываете рот, но продолжаете проговаривать про себя букву А на вдохе и на выдохе при дыхании. У вас получается громкое, словно сопящее, храпящее, у кого какие ассоциации, дыхание. И это и есть дыхание уджая. Вдох, буква А и выдох, вдох, буква А. И этим дыханием вы можете также дышать в течение дня по 5, по 10 минут, когда вы едете за рулем, стоите в пробке, в маршрутке, сидите дома, смотрите телевизор, либо просто работаете за компьютером. Вы почувствуете успокоение нервной системы и в то же время прилив сил. Ну что ж, если вы будете в прекрасном самочувствии, то крылья за спиной у вас обязательно появятся. И я желаю вам хорошего дня. Утро начинается со спорта и здорового образа жизни. А чем же продолжается? Завтраком, водными процедурами и, конечно же, сборами на работу. А как же, например, отренув все мирское безумие, заварив себе чашечку кофе и на несколько минут погрузиться в пучину печатных изданий? Ты так намекаешь на чтение газет? Ты разве не помнишь, что советовал профессор Преображенский, настоятельно не рекомендуя читать газеты до обеда? Ну ты тоже нашел с чем сравнивать. Если сегодня не читать новостей до обеда, можно пропустить вообще очень много всего интересного, актуального и обсуждаемого. Но ведь в век современных технологий не обязательно читать газету как таковую. Всю интересующую информацию можно и в интернете подчерпнуть. Можно и вовсе включить наш телеканал и посмотреть обзор статей одной из российских газет. В эфире обзор российской газеты. 46-й прием. Какими будут отношения России и США при Джо Байдене? Еще полгода в маске. Как долго в России продлится режим ограничений? Доска в почете. В России бум деревянного домостроения. В афише прививка. Зачем в театре открывать мобильный пункт вакцинации? Выходим на минное поле. В Подмосковье открывают противоминный центр. Россия и США необходимо начинать говорить друг с другом. Об этом в интервью газете заявил президент российского совета по международным делам Игорь Иванов. По его мнению, при Дональде Трампе были сломаны почти все переговорные механизмы, которые прежде позволяли решать проблемы. Вместе с тем есть немало областей, где договоренности важны для обеих стран. Во-первых, это контроль над вооружениями. Продление договора СНВ-3 без каких-либо дополнительных условий отвечает интересам безопасности обеих сторон. Здесь требуется только политическая воля Москвы и Вашингтона. Сам факт. Продление договора имел бы не только важное значение для международной безопасности, но и мог бы стать сигналом готовности сторон к широкому диалогу по ключевым вопросам стратегической стабильности. В Минздраве надеются в течение полугода привить 60% россиян от COVID-19. Об этом на правительственном часе в Совете Федерации заявил глава ведомства Михаил Мурашко. По его данным, массовую вакцинацию сейчас проводят 2187 медицинских организаций, но это число будет расти по мере увеличения производства вакцин. Коснулся Михаил Мурашко и темы обеспеченности лекарствами. В этой сфере мы сложно и напряженно работали. Результатом стало не просто изменение регуляторики и обеспечение рынка необходимой медицинской продукцией и преодоление кризиса средств индивидуальной защиты, но и разработка и регистрация 11 новых лекарственных препаратов, эффективных в борьбе с COVID-19. Бум на строительство деревянных домов продолжается в 2021 году. По данным Ассоциации деревянного домостроения, за последние 12 месяцев спрос увеличился на 83%. Сейчас идет запись на домокомплекты на июль-август, а некоторые производители расписывают очередь уже на 22-й год. При этом цены на дома выросли, поскольку стройматериалы и работы подорожали на 20-30%. Половина опрошенных предприятий отмечает, что спрос сдвинулся на дома меньшей площади. В то же время все чаще клиенты заказывают деревянный дом под ключ. Дома без отделки уходят в прошлое. В топе деревянных домов – быстро возводимые конструкции, дома по каркасной технологии и склеенного бруса. Мобильные прививочные пункты для вакцинации от COVID-19 в Москве открываются в самых неожиданных местах. Среди них театр «Геликон-Опера». Пункт будет работать каждый день с 10 утра до 9 вечера, за исключением времени вечерних спектаклей. Предложение развернуть вакцинацию на базе театра в письме мэру Москвы сделал художественный руководитель «Геликон-Опера» Дмитрий Беркман. Почему театр? Да потому что это чуть ли не самая безопасная городская среда. В «Геликоне» много воздуха, много пространства, а у нас хорошо проветриваемые помещения. И потом театр, не больница. Сюда, надеюсь, пойдут охотнее, с иным настроением. Подмосковье откроют международный противоминный центр. Там построят настоящий атриум с разными климатическими зонами. На этом учебном минном поле каждый день будут совершенствовать свои навыки как начинающие специалисты, так и опытные саперы. Подробнее об этих и других новинках в газете рассказал начальник инженерных войск России. В центре будет использован принцип открытой архитектуры. Это поможет моделировать различные условия выполнения задач с применением макетирования, масштабирования и программирования. Благодаря этому можно будет приводить все виды испытаний, изучать и опробировать инженерное вооружение. Это был обзор «Российской газеты». Если вам хочется ощутить дыхание весны, то следующая новость для вас. 16 апреля прошлого года 50-летний юбилей отметил Ленинский мемориал, который был и остается уникальным памятником архитектуры 20 века. На его модернизацию в наступившем году планируют потратить из федерального бюджета 711 миллионов рублей. В общей сложности на трехлетний ремонт, начавшийся летом 2019 года, выделят 2 миллиарда рублей. В 2020 году в мемцентре обновили кровлю и мраморный фасад, выступающий над общей крышей части большого зала. Также закончили ремонт малого зала для камерной и органной музыки на 400 мест. А еще завершили работы в технических помещениях, машинных залов общим объемом 6000 кубических метров. Закончена установка внутренней ливневой канализации и произведены работы по разработке грунта, устройств у монолитной подпорной стены и фундамента. Введены в эксплуатацию новый блочный тепловой пункт с погодным регулированием и комплексная трансформаторная подстанция. А главное, после окончания всех внешних работ приступят к внутренней отделке помещения Ленинского мемориала. Рубрика о главном далее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В офисы вернутся все работники, кроме людей из группы риска. У нас, слава богу, достаточно хорошие темпы выздоровления, связанные с коронавирусной инфекцией. Ну и, конечно, раз так ситуация складывается, я вас попросил проработать вопрос о серьезном снятии ограничений на целый ряд моментов, которые мы могли бы, так сказать, порадовать и людей, и бизнес, чтобы они быстрее возвращались к обычной жизни. А вот ульяновские школьники на очное обучение вышли на две недели раньше. Правда, занять парты сразу учащимся с первого по восьмой класс помешали ударившие морозы. Но уже спустя пару дней погода смягчилась. Я верю, я верю к доске, сейчас следующую задачу генетическую будешь решать, такую простенькую, но из ЕГЭ, из задания ЕГЭ. Отвечать у доски, а не перед компьютером, этого искренне ждали и ученики, и учителя. Участники образовательного процесса преимущество дистанционного обучения оценивают высоко, но живого общения с одноклассниками и преподавателями ничто не заменит. Общаться напрямую, вживую гораздо приятнее и удобнее. Например, вести дискуссии, обсуждать какие-то темы. Это все нельзя сделать и выразить все свои чувства через телефон. Я считаю, что не получится. Я рада, что мы вернулись в очный формат обучения, потому что гораздо удобнее. Если что-то непонятно, можно спросить у детей, уточнить какой-то вопрос. И также одноклассники, общение – это тоже очень важный аспект обучения. Учебный год продолжается все с теми же антиковидными мерами. Задействовано максимальное количество входов в школу, обязательно термометрия, обработка рук антисептиками. Расписание плавающее. Классы приходят на урок каждый в свое время. Действует и кабинетная система обучения. У каждого класса своя аудитория. Из кабинета в кабинет переходят не школьники, а учителя. Исключения, конечно, есть. Например, уроки физической культуры проходят в зале. Школы сейчас работают по особому графику уроков и перемен. Главная задача – минимизировать контакты учеников. Вот сейчас перемена от детей практически в коридорах нет. Они шумят, но у себя в классах. А, кстати, в это время пока в коридорах проветривают. Кстати, и это строго по графику. Как и уборка помещений, работа рециркуляторов, борьба с распространением COVID-19 дала положительный побочный эффект. Уровень заболеваемости с сезонным гриппом и ОРВИ значительно ниже показателей предыдущих лет. Все меры, которые мы предпринимаем, они, в общем-то, помогают сохранить здоровье детей и преподавателей. На сегодняшний момент у нас никто из детей не болеет ковидом, никто из учительского состава не болеет ковидом. И всего 8% учащихся болеют такими заболеваниями, как ОРЗ и ОРВИ. Учебный год 2021 проходит в совершенно новом режиме. И эту самую новизну в деятельность учебных заведений внесли два нормативных акта, подписанных представителями Роспотребнадзора и Министерства просвещения еще в прошлом году. Но они лишь задают рамки школьной жизни в условиях пандемии, а как втиснуться в них решают на местах и, судя по предварительным итогам, успешно. Однако самый главный экзамен еще впереди. По его результатам и можно будет ставить оценку. Если ты не идешь в Кванториум, Кванториум идет к тебе. Точнее, едет. Более тысячи школьников из шести муниципальных образований Ульяновской области получили дополнительное образование благодаря новому проекту «Мобильный технопарк Кванториум». Который успел отработать в Чердоклинском, Радищевском, Старомайнском, Корсунском, Теренгульском и Индинском районах. Кто-то забыл или вдруг задается вопросом, что такое мобильный Кванториум? Напомним, это передвижной технопарк, оснащенный комплексом современного высокотехнологичного оборудования. Где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным, естественно-научным и техническим направлениям. Черемуха, сирень, гибискус, лилии и даже кувшинки – живописные работы ульяновской художницы Татьяны Агапкиной перевратили музей «Симбирское купечество» в оранжерею. Эту выставку я хотела бы посвятить своим любимым людям, тех, кого я люблю. Их довольно много, потому что мир, он чем ценен? Тем, что есть люди, которые любимые, которые любят нас, которые дарят тепло своей душе нам. И мне вот хотелось тоже подарить вот это тепло, вот эту радость тем людям, которых я люблю. Архитектор по образованию в 90-х Татьяна работала дизайнером интерьеров. Живопись привлекала, но времени и средств заняться любимым делом не хватало. Личная трагедия одним днем перевернула жизнь Татьяны. У меня умерла мама, и произошел вот этот кризис, когда переоценка ценностей, и я поняла, что я не должна предавать себя, то мое стремление к живописи, которое оно всегда изначально было, я должна в этом развиваться. Тогда я начала формировать свою палитру, мне было очень сложно ее формировать, потому что каждый тюбик, он стоил денег, их нужно было где-то взять и работать. И постепенно, постепенно. Сегодня художница работает в разных жанрах и техниках. Мастерским предпочитает пленеры. Для Татьяны это прекрасная возможность совместить любимое дело жизни и выезд на природу или путешествие в новый город, деревню, а то и вовсе в другую страну. Привезла несколько работ из Крыма, потом я была в Сочи, из Сочи привезла работы, да, еще даже из Конаково, то есть там, где я путешествую, я всегда что-то пишу, и мне очень хочется пополнить коллекцию. Именно не просто, это какие-то мои личные приключения, получается. Цвету в своих работах Татьяна Агапкина уделяет особое внимание. От любого живописного полотна, уверена художница, идет сильная энергия. Это и цветовая гамма изображения, и энергия самого творца. Все это влияет на наше подсознание и могут изменить даже наши мысли. И человек это чувствует. Мимо некоторых работ люди просто проходят, и как будто бы хочется сжаться, спрятаться от нее. А некоторые работы, вот они вот такие мягкие, такие вот они какие-то солнечные, приятные. С ними хочется взаимодействовать, смотреть на них, любоваться. Любоваться полотнами Татьяны Агапкиной можно до 24 февраля. Выставка открыла свои двери в музее «Симбирское купечество». Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я думаю, что это одни плюсы. Первое – это экономия времени. Это ежемесячно надо было идти в поликлинику, заполнять документы, ставить подписи и приходить в кабинет выдачи смеси в определенные дни. Очереди и скудное меню в прошлом молочную кухню переформатировали. Дали родителям право выбирать, что взять на завтрак или обед для детей. Удобно, признается Елена Селифанова, мама полугодовалой девочки. Сейчас семья получает на карту 1980 рублей с года и до трех лет, сумма снизится до 730. Просто и без бюрократизма предоставить в соцзащиту нужный минимальный перечень документов, паспорт, справку о доходах семьи, заключение врача-педиатра и официальное подтверждение, что ребенок не ходит в детский сад. Список продуктов, которые можно приобрести на данную карту, утвержден Министерством здравоохранения Ульяновской области. Это и молочные смеси, и адаптированное питание, кисломолочные продукты, детское пюре, овощное, фруктовое, мясное, также соки. Но перечень достаточно большой, поэтому, я думаю, родителям очень удобно будет пользоваться такой картой. Предположим, я держатель детской продуктовой карты, на счету которой 1980 рублей. Что я могу взять на эту сумму? Во-первых, весь ассортимент по карте отмечен вот так в магазине. Я возьму два пюре, детскую кашу, молоко я уже взяла для нее и сок. Итого 334 рубля. Это один поход в магазин. Рокировать продукты можно даже без специальных стикеров. В магазинах региональной торговой сети родителям идут на встречу. Мы своевременно, ежедневно можем предоставить нашим, ну вот данным держателям карт, очень разнообразный и свежий набор продуктов. То, чего раньше не было. Были какие-то затруднения, нужно было разыграть торги, определенный ассортимент. Мы настолько лояльно можем подойти к вопросам, заменить одно на другое. Минус один. Не во всех районах области есть такие магазины. Приходится ездить в Ульяновск. Дети и внуки Лилии Симаковой живут в Новоспасском. Бабушка помогает закупиться продуктами. Я как бы по работе приезжаю сюда каждую неделю. Мне, конечно, не трудно заезжать в магазин, но остальные не знаю как. Этот вопрос обещают решить в ближайшее время. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, Валерий Кулачков, репортер 73. С 25 января в Ульяновске стоимость проезда вернулась к доковидным значениям. До 8 часов вечера за одну поездку на маршрутном такси мы отдадим 22 рубля, а после 27. Согласно постановлению 1597 в статье 6 пункта 4, юридические лицензионные предприниматели, оказывающиеся услуги под нерегулированным тарифом, они должны нас уведомлять за 30 дней об изменении тарифа, что они и сделали. Возвращать прежний тариф перевозчики начнут постепенно до 27 января. Удерживать вирусную больше нет возможности, все тут в профильном отраслевом союзе. Затраты растут, а доходы упали. Фактически по сырой поток в городе Ульяновске упал почти на 50-70% на некоторых маршрутах. Соответственно и доходы упали. Нам для этого необходимо и оплачивать заработную плату, оплачивать не только водителям, но и механику, так же и медицинскому работнику. Рост стоимости в общественном транспорте всегда воспринимается остро. Цена не всегда соответствует качеству перевозки. Из этого и шквал недовольства. Однако на этот раз ульяновцы с пониманием отнеслись к возврату цены. Жизнь диктует свои условия. Но им спасибо, что они все-таки в самое трудное время смогли сократить, снизить. 22 рубля это неудобно, потому что разменам дают. То есть не всегда есть по рублю, то есть даешь 30 рублей, а тебе дают по уже сдачу рубль, 2 рубля. Ну то есть неудобно. А 20 вроде всегда есть. Им тоже надо жить на что-то. Все растет, ничего не идет на спад, только повышается. Выходить из кризиса нужно не только перевозчикам. Коронавирус ударил практически по всем коммерческим структурам. При этом ульяновцы надеются, что возврат к старой цене вернет на свои места и некоторые маршруты, закрывшиеся во время пандемии. Стоимость в общественном транспорте изменилась. Однако неизменным остается тот факт в наше ковидное время. Перед тем, как зайти в маршрутку, стоит надеть маску и перчатки. Это же ваша безопасность. Все стало более доступно. Площадь стало больше. Ну и ремонт сразу бросается в глаза. Нравится не только нам, но и пациентам. Пациенты уходя, как бы благодарят, что все очень нравится. Белоснежные стены с пузырьковыми панелями в качестве декора, новая удобная мебель, электродные терминалы для записи на прием. На первом этаже поликлиники размещены информационные мониторы. Старую регистратуру переделали до неузнаваемости, расширив площадь холла. Раньше не сильно страшно было, но сейчас просто шикарно. Очень красиво, очень удобно все сделали по-другому. Очень красиво, очень хорошо, очень удобно. Я вообще в нашей поликлинике так-то довольна. На входе обязательно замерять температуру. Всех, у кого она повышена, проконсультируют и направят через другой вход. С обновленной стойки администратора персонал управляет потоками пациентов. В рамках нового национального проекта здравоохранения, конкретно новой модельной сельской организации, в учреждении были выделены 6 миллионов рублей. В августе месяце заключен контракт. На сегодня будут все спланированные работы. Контракт заключен на 3 миллиона 650 тысяч рублей. У нас осталась экономия 2 миллиона почти 400 тысяч рублей. Обновление завершили по принципу бережного производства. И это позволило значительно сэкономить и закупить новое оборудование. В ближайшее время ожидается прибытие еще 169 единиц автоматизированных рабочих мест. И это только начало. Дальше полный переход всех медучреждений на электронный документооборот. Самое главное, благодаря этому сотрудникам не требуется больше дублировать меддокументацию. Соответственно, ускоряется процесс оформления и значительно упрощается процесс контроля. Чем быстрее, тем лучше. Строительные работы в медучреждениях региона, ранее запланированные на 2022 год, начнутся во второй половине 2021-го. Все экспертизы пройдет. Как раз нам где-то уйдет точно не менее полгода. И ориентировочно там в июле, в августе мы могли бы, так сказать, на все вот такие объекты, как, допустим, эта поликлиника, на которую мы с вами зарезервировали, будем считать, что на это на следующий год 75 миллионов рублей, огромные деньги, начнут с работы. В догонку запланирован и полный пересмотр проведения торгов на ремонт медучреждений. Теперь формировать проектно-спектную документацию и проводить строительно-монтажные работы будет одна и та же организация. И это позволит избежать путанец и непредвиденных затрат. Павел Патриков, Геннадий Бухтайяров, репортер 73. Я сам в декабре переболел этой инфекцией, переболела моя семья. И, конечно, здесь нужно своевременно обратиться к врачу и не затягивать. У нас ведь как принято. Лучше я недельку похожу на работу с симптомами, да, заработаю чуть больше денежек, а потом еще больше денежек потрачу на лечение. Доктору Белогубову не повезло и повезло одновременно. Да, бывает и так. Все-таки заболел, но лечился в период максимально отлаженного алгоритма действий. Медицинскую помощь оказали по первому вызову. Бесплатно взяли мазок и выдали нужные лекарства. К пенсионеру Сафронову вирус нагрянул месяцем раньше. Есть кишечник, все испортили. Короче, такая вот зараза, которую одно лечим, а другое калечим. Вирус уходит, осложнения остаются. Переболевшие массово жалуются на ухудшение зрения, обоняние и памяти, одышку и кашель, тревожные и депрессивные расстройства. На последнее чаще всего оно и понятно. Ковид прицельно бьет по психике и нервной системе. Часто у этих людей просто отстается тревожное расстройство. То есть они опасаются, что эта болезнь как-то себя разовьет в дальнейшем. У них останутся какие-то последствия в будущем. И, конечно, этим категориям пациентов необходима помощь психиатра. Ученые констатируют, но окончательную исследовательскую черту не подводят. Коронавирус – заболевание хроническое, требует длительной реабилитации. И хорошо бы в санаторных условиях, на которые, естественно, нужны средства. А после болезни где же их взять? Замкнутый круг. Чуть больше повезло медикам. Для них запущено и успешно реализуется бесплатная региональная программа комплексного восстановления. Остальные рецепты выискивают сами. Всем хочу сказать, что болезни-то есть. Главное, я сейчас в магазинах везде, хоть переболел, все равно маску одеваю. Захожу в руки и стараюсь в магазины больше никуда. И сразу в машину, в лес, ну или где-нибудь на рыбалку, часик-два посидеть. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Домоданова, Юрий Давыдов. Яйца, мясо, молоко будут постоянно! По данным сайта Гесметио, 26 января в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от 0 до минус 4, днем минус 1, минус 5. В областном центре ночью 1,3 градуса со знаком минус, днем минус 2,4. Ветер преимущественно южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В 1974 году во французском Ангулеме учрежден один из крупнейших фестивалей комиксов. А как же Соединенные Штаты с их бесконечными супергероями и миллионами вселенных? Алексей, не все комиксы одинаково полезны и не все созданы в Штатах. Графические и литературные произведения популярны во всем мире. Допустим. Но почему это в это утро мы говорим о фестивале в Ангулеме? Все просто. В этом году на выставке представят творческие работы художников из 10 городов, объединенных общей темой «Город после пандемии». Пока что ничего не прояснилось. Ну вот и не перебивай. Наряду с художниками из городов Ангулем, Пучхон, Квебек, Нанкин, Рикьявик, Слимани, Хильдесхайм, Хоффман и Турда, свои работы покажут ульяновцы Александр Волков и Юлия Узрютова. Последние на суд жюри представят комикс Сона Бломова. Вот теперь стало понятнее. Только теперь хочется увидеть эти комиксы во Франции, естественно, а не у нас. Я думаю, мы обязательно их увидим. Имейте терпение. А пока пусть и не в картинках. О культурных событиях ульяновской области расскажет Ярослав Щедров. Вчера Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. В нашем архиве нашлась видеозапись, на которой во время его приезда в Ульяновск в 2017 году мы общались о Владимире Семеновиче с его другом детства и юности, известным поэтом-песенником Игорем Кахановским. Как вы относитесь к тому, что сегодня благодаря Никите Владимировичу попса перебивает песню Высоцкого? Вам все нравится? Нет, мне совсем не все нравится. И вообще была бы моя воля, я Гарику Сокачеву просто бы запретил петь Высоцкого. Гипотехически, если в свое время, простите, я буду так говорить, Гарик Кахановский не научил своего друга Володю Высоцкого нескольким аккордом на детали, Владимир Семенович состоялся бы, как Владимир Высоцкий? Состоялся бы, наверняка. Он бы наверняка его... Ну, во-первых, это было песенное время. Галич, Акуджава, Городницкий, Клячкин, я сейчас не вспомню всех, наверное. Это было вот такое поветрие, такое вот явление, такой, как теперь говорят, тренд, понимаете? И он абсолютно естественно влился в него, потому что он петь любил. Он актер по природе своей. И он... Нет-нет, он не прошел бы мимо. Мы поступили вместе благодаря моему первому спортивному разряду по хоккею в мессии имени Комбыша, изжене строительного института. Вот. И когда мы сидели, чертили в ночь с 55-го на 56-й год, новогодние ночи, у него чертежи, которые нужно было сдать 1 января 1956 года, иначе до экзаменов не допускали. Вот. И я увидел, как он написал образцы всех шрифтов, которые употребляются в чертении, и меня обуял такой дикий хохот, что я не смог держаться. И он тогда взял это все полил и сказал, «Восенчик, я больше в этот институт не хожу». Сегодня даже нелюбители сострогательных наклонений не часто задают себе вопрос, а вот если бы был жив Высоцкий. Он бы не принял все это дело. То есть он бы был бы не с Говорохиным, а с Навальным. Это точно совершенно. А в минувшее воскресенье свой 68-й день рождения отпраздновал российский айтист, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет. И опять же запись из нашего видеоархива, где за кулисами Башмет рассказывает в частности, как он стал дважды народным артистом СССР. «Нужно было какое-то заявление написать, я этого не делал. Но автоматически считается, что если был народным СССР, то является сегодня народным Россией. Но это замечательные ксивы. И сегодня тоже для любого полицейского, для паспортного контроля все улыбаются. Я говорю, я бывший народный бывшего Советского Союза. Через 9 лет после того, как я это звание получил, я познакомился с Михаилом Сергеевичем на одном из концертов и показал ему это удостоверение, рассказал, что эта ксива замечательная. Сказал, правда, помогает. Я говорю, очень. Можешь показать? Могу. Я ему показал. Он листал, листал, потом обнаружил чистый листок бумажки и написал. Подтверждаю, Михаил Горбачев. То есть через 9 лет еще раз. Поэтому я говорю, дважды. Но на самом деле у каждого из нас в жизни есть периоды взлетов и периоды просто профессионализма, и периоды каких-то неудач. Я был гитаристом, у меня была своя группа. Это было время Битлз. И я так для мамы играл на скриточке, выходил в музыкальную школу, и вот Битлз кончились. Они вообще никогда не кончатся, но они перестали быть модными в нашем возрасте. Это от 12-13, где-то так до 19. Вот уже не Битлз. А кто? А никого не было? И куда, как жить дальше? Конец был, наступил. И вот в этот момент меня спас Владимир Ильич Ленин. Объявлен был в Киеве конкурс, посвященный столетию Ленина. Молодежи. Огромный конкурс. Я туда стал готовиться, приехал и оказался победителем. Алексей, скажи мне, насколько ты упорный человек? По десятибалльной шкале я бы сказал шесть. А может восемь или девять. У меня два высших образования, это о чем-нибудь договорит. В законченных высших дипломах. Безусловно, с дипломом. Доказательства, все. Синенькие. Ну да, упорство не занимать. А вот мужчина, например, из Англии 157 раз проваливал теоретический тест на водительские права, потратив на этот процесс около трех тысяч фунтов. И знаешь, Алексей, общественность раскололась на два лагеря. Одни считают человека худшим потенциальным водителем, а другие образцом упорства. Ну, на самом деле, я бы, конечно, ну, потому что, ну, а как еще? Это первая стена потом, даже если ему подарят эти права торжественно, там, не знаю кто, президент ГАИ у них, например, и вот дает права. То есть ты думаешь, что на... И он садится в свою машину и тут же врезается в первую стену. Я считаю... На каком нужно было уже закончить? На какой попытке? Мне кажется, нужно лимитировать это вообще на законодательном уровне. Вот так вот. Восемь раз. Восемь раз и больше нет. Если нет, значит, ну, не судьба тебе стать водителем. Это мое мнение. Ну, как же обстоятельства разные. Ну, вот мало ли. Какие, например? Если не можешь водить машину, ты переходишь на мотоцикл, например, да? Нет, ну, и мотоцикл не смог сдать. Велосипед, дальше скейт. И потом просто тебе выдают торжественно тапочки. Ладно, ладно. Но самое интересное ведь в другом. Права-то он не получил. Ведь после 157 попыток сдать теорию, его ждал практический экзамен. Мы, в свою очередь, будем держать за него кулачки и радоваться тому, что на наших дорогах этот водитель вряд ли появится. Но упорство он, конечно, проявил знатно. И оно будет не лишним во многих делах. Например, при украшении собственной квартиры, когда хочется сделать что-то уникальное своими руками. Чтобы ваши попытки не затянулись, посмотрите-ка обязательно следующую серию рубрики «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна, это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот композицию на спиле из сухоцветов. Что нам для этого потребуется? Непосредственно спил. Можете приобрести его в «Леонардо», например. У меня еще также пенопласт для основы. И наши сухоцветы. На всякий случай термопистолет, клей, ножницы. Что мы делаем? Из пенопласта вырезаем кусочек, необходимый нам, под размер нашего букета. Вы можете варьировать в зависимости от желаемого. У меня букет из высокой травы, поэтому основа мне нужна небольшая. Фиксируем нашу основу на спил с помощью термоклея. Далее в кусочек пенопласта вставляем наши сухоцветы. У меня это заранее подготовленные сухоцветы с лета. Можете приобрести их также и в «Леонардо», в любых флористических магазинах. Начинаем, как всегда, с распределения больших элементов. Субтитрыmes. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Продолжение следует... Также я использую хлопок. Если у вас хлопок идет без ножки, просто приклейте его на любую шпажку. Возможно, даже на зубочистку, термопистолетом. Также вставляем наш хлопок в пенопластовую заготовку. И потом ножку из пенопласта я просто декорирую нашими элементами. В композиции использую вот такие вот цветочки. Это цветы из фисташек. Для статичности декоративные элементы можете фиксировать термопистолетом. Вот что у нас с вами получается в итоге. Ножку из пенопласта предлагаю задекорировать сизалевым волокном. Вот такая композиция у нас в итоге с вами получилась. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Анна. Это была рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Мы продолжаем утро с репортером. И, конечно же, продолжаем всю неделю праздновать великолепный праздник День студента. Праздновать. Расмахнулся Алексей. Мы продолжаем встречать в нашей студии замечательных гостей, ярких представителей студенчества. И сегодня на очереди у нас прекрасный университет. Это Ульяновский педагогический университет. И сегодня у нас в гостях Житкова Наталья, председатель первичной профсоюзной организации студентов УЛГПУ, а также магистрант факультета физико-математического и технологического образования Ира Фаенков Андрей, директор студенческого спортивного клуба УЛГПУ, магистрант факультета физической культуры и спорта. Доброе утро. Привет, ребята. Доброе утро. Магистрантов тоже поздравляют с Днем студента? Конечно. Конечно, вы еще учитесь, да? Конечно. Продолжайте. По очной форме обучения. Все как положено. Первый курс. Первый вопрос. Как отпраздновали? Значит, ну я замечательно отпраздновали. У нас было много спортивных мероприятий. В два дня у нас проходила студенческая спортивная ночь. Это была площадка в Болде Спорт-Арена. Там у нас проходил неформальный зачет по физической культуре. Ну, различные упражнения интересные. И также было небольшое массовое катание. Ну, массовому не назвать, потому что приглашалось по спискам студентов. И дистанция, да? Полтора метра. Да. Ну и в 25-го у нас прошло уже на нашей базе, на территории нашего университета. Это была площадка, новая у нас спортивная площадка есть на территории общежития. Там у нас был футбол на валенках и перетягивание каната среди наших студентов. Помимо этого, в нашем университете наконец-то открыли новое пространство для студентов на третьем этаже. В церемонии присутствовали как активисты-студенты, так и ректоры нашего вуза. Также прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику Ильи Николаевича Ульянова, у которого День памяти. Ну, и множество других мероприятий, в том числе поход в кино дружным студенческим коллективом. Ну, очень весело. Да, весело пандемия, то есть как бы вас не ограничивают. Не прозвучало пока ни разу, что вот онлайн... Дистанционное образование и вот... К счастью, очень отрадно, что именно День студента удалось провести более или менее в очном формате. На улице, спортивно, со свежим воздухом, с дистанцией, но тем не менее очно. Наверное, ребята были очень рады видеть друг друга, потому что вот вчера мы общались с Юлей, и она очень сетывала на то, что дистанционные экзамены, дистанционное обучение и все это такое, знаете... Да, это складывается в любом случае в неприятную такую картинку, когда ты не социализируешься со своими друзьями, со своими коллегами. Постоянно приходится копаться в интернете, в документах, то есть работа маленько стала другая, не такая творческая, как была раньше, в очном формате. Ну, мы уверены, что совсем скоро мы все победим и все вернется. Давайте немножко о ваших проектах поговорим. Наталья, проект «Русские каникулы». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, в чем суть, в чем история, в чем, может быть, какая-то изюминка его. «Русские каникулы». К нам сейчас в город приезжает очень много иностранных студентов, и мы уже давно думали, что же мы можем для них провести. И вот сама родилась идея такая сделать какой-то проект, который помог бы адаптироваться этим студентам не только вот к учебе в ВУЗе, но и, в принципе, к России, к особенностям, к традиции, к культуре и познакомить с Ульяновской областью, потому что многие приезжают и ничего не видят, кроме центра города, никуда не ездят, нету возможностей, не знают о каких-то вещах, о которых знаем мы. Так, вместе со студентами мы смогли посетить Ундоровский палеонтологический музей, вывести иностранных студентов, съездили в музей Аркадия Пластова, в Преслониху, что как бы они увидели красоты природы вообще Ульяновской области, познакомились с культурой. Помимо этого проходил показ, кинопоказ под открытым небом около общежития, где, собственно, эти студенты проживают, тема которого была, естественно, дружба между разными народами. И все завершилось на прекрасной ноте, вкусной ноте, можно так сказать. У нас прошел мастер-класс «Готовим дружбу», где иностранные студенты на базе нашей столовой готовили вареники, оливье. Естественно, им помогали при этом и русские студенты. Стоит отметить отдельно, что у нас было 150 волонтеров, которые везде помогали иностранным студентам, вплоть даже до языка где-то, потому что не все понимают русский язык. И вместе получилось так не просто социализироваться, а действительно подружиться. То есть иностранцы готовили наши блюда, да? Да, да. Мы знакомились, они знакомились с нашими традициями, в свою очередь они рассказывали про свои. Я думаю, нужно сделать ответный. Надо запланировать следующий шаг, это должно быть, чтобы русские студенты готовили какие-то национальные блюда различных кухонь мира. Мы возьмем на заметку. Кстати, интересная идея. Пригласите меня обязательно, я буду все пробовать. Дегустировать. Андрей. Андрей, о своем проекте тоже расскажите. У нас в 2020 году университет выиграл конкурс президентской грантов. И у нас был такой проект «Спортивный венец». Он уже завершился. Было очень много спортивных мероприятий. Вовлечено было в этот проект 5000 студентов в Судьянской области. Если мы говорим о наших студентах, у нас 3600 где-то учатся на очном отделении. Из них почти все тоже поучаствовали в различных спортивных мероприятиях. Большое количество было мероприятий. Это были встречи с успешными звездами спорта. Урок успеха со звездой. Были активные субботы. Летом проходили. И осенью на территории нашего бульвара «Венец», отсюда, то есть и название было «Спортивный венец». Это было создание неформальных площадок на открытом пространстве нашей Ульяновской области. И самым важным здесь, я считаю, что у нас появилась новая спортивная площадка на территории общежития. Открытая спортивная площадка, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и еще вокруг беговая дорожка. Это очень круто, когда у студентов есть такая возможность выйти из общежития, поиграть в футбол, волейбол или баскетбол. И сейчас как раз у нас проводится конкурс на название этой новой спортивной площадки, то есть какой-то из студентов может внести себя в историю педагогического университета. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Да, и кто может участвовать? У нас в медиа-центре публикация, там расписано, как это сделать, в углу форма. Нужно там заполнить данные, рассказать об своей идее. Давайте, в общем, вернемся все-таки к празднику. Вот вы говорили вчера с Юлией об этом. Современный студент, каков он? Перед вами. Целых два представителей, да, современного студенчества. Вот сейчас студенты. Просто разные, действительно. Это тот студент, который успевает совмещать учебную деятельность, ради которой, в принципе, мы и идем в ВУЗ, и не забываем, что образование — это ключевое для студента, особенно современного студента. При этом он может быть и культурно-творческой деятельностью, заниматься сколько он может, развиваться в этом направлении и в ту же спортивную деятельность уходить, в деятельность по правозащите. Все может современный студент. Моя точка зрения. Ну, а я сейчас смотрю на первокурсников, бакалавриат, и есть такое сравнение, что я когда поступал на первый курс, и они сейчас. То есть это люди сейчас более такие зажигательные, я считаю, тиктокеры, можно их так назвать, да. И коммуникабельные успевают, в принципе, все. Сейчас смотрю, как они бегают, сессию сдают, как они успевают какие-то видео снимать для университета, в конкурсах участвовать, в том же спортивном венце. Первокурсники были новые наши, максимально задействованные. И вроде все успевали, все получалось. Это в первую очередь коммуникабельность, я считаю. А как вы вот с магистратурой совмещаете сейчас всю остальную свою деятельность? У нас как раз вчера началась сессия, у меня лично на направлении, поэтому интересно совмещаем. Вот мероприятие посетили, и есть между кино и открытием площадки время, как раз сдаешь экзамен. А вот в воскресенье готовишься к экзамену. На самом деле пока успешно сочетается, и очень рада тому, что удается совмещать и работу, и учебу в одном прекрасном месте. Да, я тоже этому рад, и у меня тоже, что фу-фу-фу-фу, все успешно, все отлично уже закрыли. Ну да, вы так очень продуманно подошли, и работа тут, да, и... А помогает, кстати, вот это вот в учебе? В учебе? Активная деятельность. Но все равно спрос, как со всех студентов, конечно. Да, иногда, возможно, даже больше, потому что пропускать... То есть поблажек вам не дают. Больше, спрашивают больше, все, что пропустила, обязательно спросят. А пропускать много приходится? Ну не скажу. По крайней мере, сейчас дистанционным обучением это стало плюсом в какой-то мере, потому что удается посетить пары, даже когда ты... Ну, очно бы ты ни за что не пришел. А вот дистанционно подключиться ты можешь, потому что ты находишься, допустим, в другом городе, у тебя командировка, но есть время свободное. Ты подключаешься, ты так же спокойно занимаешься. Все-таки есть плюсы дистанционки. Небольшие, но и не... Ну, для тех, кто работает. А вот на качество образования, это все-таки дистанционный формат обучения, он влияет сильно, не сильно, и, может быть, вообще не влияет. Здесь уже ответственность, я считаю, ложится на самих студентов, потому что здесь ты уже... За тобой никто не следит. Ну, понятно, что куратор отслеживает все это, как задания выполняют на сайтах дистанционного образования, собирают в зуме всех, но тем не менее, то есть студент уже сам за себя в ответе, когда его уже никто не будет подталкивать на то, чтобы он это сделал, ему, если не выложил, извини, все, ты не получишь своих баллов за определенную работу. Слова ответственность никто не отменял ни дистанционно, ни очно. Но здесь уже больше самих студентов. Какие планы? Вот все мы ждем, когда сможем собираться большим количеством на мероприятиях. Какие у вас задумки есть для студентов? А мы уже как раз начали совместно с правком. У нас сейчас будет проходить отборочный этап в рамках Ассоциации студенческих спортивных клубов России, чтобы потом поехать на всероссийский суперфинал. Как раз это тоже такой отголосок спортивного венца, потому что у нас студенческий спортивный клуб как структурное подразделение стал. И мы сейчас, ну, в ограничительных таких мерах, но будем проводить спортивные мероприятия. Это будет соревнование по бодоментону, настольному теннису, баскетбол 3х3, стритбол, такое общенародное название. И будет две дисциплины онлайн, это шахматы и ДОТА-2. И как раз совместно с правком мы являемся организаторами этого мероприятия. Кроме спорта, да. Так у нас спорт, круто, что пропагандируется, это очень важно, полезно. На самом деле, дистант не помешал мероприятиям, то есть они все перешли в другой формат, естественно, от этого меньше отдача. У нас планируется школа профсоюзного актива, она пройдет в феврале месяца, к сожалению, все еще дистанционно, но тем не менее студенты получат те знания, те какие-то новые знакомства, которые могли бы получить и очно. Естественно, в меньшем количестве, естественно, нету эмоций. То есть вот мы сидим перед экранами, хочется вот прям поделиться, обняться, но невозможно этого сделать. Поэтому как только у нас выйдут все окончательно очно, это 100% будут массовые мероприятия, все школы, все слеты, все будем проводить как можно быстрее, больше, в большем количестве, чтобы познакомиться с первокурсниками, наконец-то познакомиться максимально живо. Обняться обязательно. Обняться обязательно. Ну и еще о дистанции, можно сказать, по мероприятиям очень такой хороший момент, то, что по спортивному венцу, опять же, у нас прошли, был межвузовский слет волонтеров, это 500 участников, тут были не только с нашего вуза, но и с других вузов, где подключение онлайн. Была финальная программа, итоговое мероприятие у нас спортивного венца. И, то есть, это дает возможность подключиться на какие-то тренинги, вебинары заочно и посидеть, послушать, почему нет, когда ты, например, не можешь приехать в какое-то место, у тебя там времени нет на это. Уже привыкли, приспособились и работаем с тем, что есть. Вообще, Алексей, если ты не знаешь, педагогический университет — это мой родной вуз, и вот я помню в наши времена, когда мы отмечали День студентов, у нас был конкурс песни. Песенный марафон Татьяне День не отменился, он у нас пошел. Это традиция живет. Конечно, она живет каждый год, и в этом году первый раз, к сожалению, он пройдет в уже ставшем привычном дистанционном формате. Все участники, кто хотел поучаствовать, отправляли свои выступления на почту. Жюри, как обычно, отсматривало, и лучших, конечно же, награждают вместе с первичным. Посмотреть, где зрителям, ведь все-таки атмосфера вот эта вот. Я думаю, что это еще будет, да, в течение следующей недели, возможно, будут выкладываться и видеозаписи, если дали разрешение пользователей на них. И узнаем мы об итогах попозже, когда уже пройдет оценка членами жюри. Ну здорово, я очень рада, что традиция жива. Екатерина открылась для меня с другой стороны. Ты побеждала в этом конкурсе? Я не участвовала в этом конкурсе даже. Я тебе больше скажу. Я просто училась в этом университете и была зрителем во время песни. Видимо, именно поэтому ты и так волнуешься. У меня вот такой вопрос еще к вам. Ребят, вы очень активный профсоюз, спорт, но у вас же есть какая-то основная профессия, на которой вы учитесь. Вот по окончании университета вы пойдете работать по профессии или продолжите вот тот путь, который тот вектор, который вот сейчас у вас есть? Продолжу в УЗИ, так как у меня профессия сейчас направление подготовки идет, управление в сфере физической культуры и спорта. Я и так, то есть, этим уже заниматься начинаю. Безотрывно. Ты видишь, как все занимается. Все схвачено, да. Все постепенно по ступенькам вверх. У меня подраматичней. Я учитель математики английского языка. Сейчас учусь на математике более подробнее. Очень хочу в школу работать. Очень хочу хотя бы год-два отработать в школе. Прям мечтаю об этом. Но, возможно, это получится осуществить и в нашем УЗИ. Я не знаю еще, как сложится жизнь, потому что у нас есть прекрасные лицейские классы в УЗИ, десятый, одиннадцатый класс. Возможно, получится и устроится в УЗИ, потом именно преподавать по предмету. То есть, все, да. Достаточно просто. Ну, а мне практики в школе хватило. Очень радует такое рвение поработать в школе. Это, мне кажется, нечестно. Ну, тут, с одной стороны, поработать в школе, а с другой, хватило практики, как бы, вот. Не, ну, работать с детьми, это интересно. То есть, те же практики, они у нас проходят очень качественно. Мы полностью проводили уроки по физической культуре, уже когда на третьем-четвертом курсе бакалареата был. Ну, и это должно быть призвание именно проводить уроки с детьми. Тут нужен определенный такой подход, и что-то должно в душе рваться к этому. Я думаю, Андрей неплохо проявит себя в выбранной сфере и добьется успеха в ней. Все, все добьются успеха. Ребят, да, спасибо вам большое за это бодрое утро. Спасибо вам. Спасибо вам за ответы, спасибо за диалог. И вот такой неожиданный подарок, совершенно... Совершенно неожиданный. Откуда я достал эти конфеты, непонятно. Это вам. Спасибо. Жизнь будет слаще. Немного удачи на сессиях. Кто-то уже сдал, кто-то еще. Только предстоит всех студентов еще раз в празднике. И в последующем, да, вообще удачи. Спасибо большое. Напоминаю, что этим утром у нас в гостях была Житкова Наталья, председатель первичной профсоюзной организации студентов УЛГПУ, магистрант факультета физико-математического и технологического образования, и Рафаенков Андрей, директор студенческого спортивного клуба УЛГПУ и магистрант факультета физической культуры и спорта. Начиная практически каждое утро со спорта и продолжая тему ЗОЖа, хочется отметить, что популяризация моды на здоровье рождает многочисленные исследования в этой сфере. Я практически уверен, что и здесь британские ученые оставили свой след. Ну, в какой-то степени ты угадал, британцы Тим Спектер и доктор Меган Росси выяснили, что для оптимального состояния кишечника человек должен потреблять около 30 видов растений каждую неделю. 30? Серьезно? А бургеры куда складывать? Котлетки? Все остальное, вот это вот, бифштексы. Алексей, мы обсуждаем ведь тренды здорового питания, к которым не совсем относятся перечисленные тобой блюда. Так, а пока окончательно не поругались на теме еды, кстати, я не завтракал, предлагаю передать слово Оксане Галеевой и самой полезной рубрике нашего утра ЗОЖ. Доброе утро, с вами Оксана Галеева, руководитель студии Йога-Лайв, а также преподаватель женских практик. Есть вещи, которые нас окрыляют. Да, действительно, для кого-то это любимое хобби, занятие спортом, путешествия. Для меня это занятие йогой. Йога – это не только набор асан, это не только философия жизни. Это работа управлять своим дыханием, отсюда своей энергией и, конечно, своей жизнью. Я сегодня хочу показать нетрудные техники, те, которые вы можете делать у себя дома. И мы займемся с вами дыханием. Сядьте поудобнее. В принципе, вы можете даже стоять. И делать эти упражнения можно в течение дня. Сначала мы активируем в работу свой животик. На выдохе мы начинаем его прижимать к себе, на вдохе чуть надувать. Здесь у нас находится дыхательная мышца диафрагмы. И работает она словно зонтик. На вдохе она опускается, напрягается, на выдохе поднимается и выталкивает из легких весь отработанный воздух. Постарайтесь подключать брюшное дыхание, диафрагмальное дыхание почаще в течение дня. Поднимаемся вниманием чуть выше и доходим до нашего горлышка. Здесь у нас встречается первое, так скажем, первый путь работы со всеми, с обезвреживанием всех бактерий и вирусов, которые к нам попадают, около глоточное кольцо миндаля. И подключая в работу дыхание победителя, дыхание уджая, мы тоже подключаем в работу на стражу порядка весь наш иммунитет. Итак, уджая, как оно дышится? Откройте ротик и попробуйте несколько раз продышать, говоря шепотом, букву А на вдохе и А на выдохе. Сразу после первого дыхания вы почувствуете, что появляется сухость, вам неудобно. Конечно, потому что дышать ртом, это также противоестественно, если бы вы кушали носом, поэтому вы закрываете рот, но продолжаете проговаривать про себя букву А на вдохе и на выдохе при дыхании. У вас получается громкое, словно сопящее, храпящее, у кого какие ассоциации, дыхание. И это и есть дыхание уджая. Вдох, буква А, и выдох, вдох, буква А. И этим дыханием вы можете также дышать в течение дня. По 5, по 10 минут, когда вы едете за рулем, стоите в пробке, в маршрутке, сидите дома, смотрите телевизор, либо просто работаете за компьютером. Вы почувствуете успокоение нервной системы и в то же время прилив сил. Ну что ж, если вы будете в прекрасном самочувствии, то крылья за спиной у вас обязательно появятся. И я желаю вам хорошего дня. Если вам хочется ощутить дыхание весны, то следующая новость для вас. 16 апреля прошлого года 50-летний юбилей отметил Ленинский мемориал, который был и остается уникальным памятником архитектуры 20 века. На его модернизацию в наступившем году планируют потратить из федерального бюджета 711 миллионов рублей. В общей сложности на трехлетний ремонт, начавшийся летом 2019 года, выделят 2 миллиарда рублей. В 2020 году в мемцентре обновили кровлю и мраморный фасад, выступающий над общей крышей части большого зала. Также закончили ремонт малого зала для камерной и органной музыки на 400 мест. А еще завершили работы в технических помещениях машинных залов общим объемом 6000 кубических метров. Закончена установка внутренней ливневой канализации и произведены работы по разработке грунта устройств у монолитной подпорной стены и фундамента. Введены в эксплуатацию новый блочный тепловой пункт с погодным регулированием. И комплексная трансформаторная подстанция. А главное, после окончания всех внешних работ приступят к внутренней отделке помещения Ленинского мемориала. Рубрика о главном далее. Вслед за столицей в Ульяновске ослабили коронавирусные ограничения. Зеленый свет банкетам, свадьбам, корпоративам и всем торжественным и спортивным мероприятиям. При этом режим повышенной готовности хотят продлить до 28 февраля. В ресторанах и кафе разрешат отдыхать до 23.00. Количество зрителей в залах увеличат с 30 до 50 процентов. В том числе с удаленки в офисы вернутся все работники, кроме людей из группы риска. У нас, слава богу, достаточно очень хорошие темпы выздоровления, связанные с коронавирусной инфекцией. Ну и, конечно, раз так ситуация складывается, я вас попросил проработать вопрос о серьезном снятии ограничений на целый ряд моментов, которые мы могли бы, так сказать, порадовать и людей, и бизнес, чтобы они быстрее возвращались к обычной жизни. А вот ульяновские школьники на очное обучение вышли на две недели раньше. Правда, занять парты сразу учащимся с первого по восьмой класс помешали ударившие морозы. Но уже спустя пару дней погода смягчилась. Я верялся к доске, сейчас следующую задачу генетическую лучше решать, такую простенькую, но из ЕГЭ, из задания ЕГЭ. Отвечать у доски, а не перед компьютером, этого искренне ждали и ученики, и учителя. Участники образовательного процесса преимущество дистанционного обучения оценивают высоко, но живого общения с одноклассниками и преподавателями ничто не заменит. Общаться напрямую, вживую гораздо приятнее и удобнее. Например, вести дискуссии, обсуждать какие-то темы. Это все нельзя сделать и выразить все свои чувства через телефон. Я считаю, что не получится. Я рада, что мы вернулись в очный формат обучения, потому что гораздо удобнее. Если что-то непонятно, можно спросить у детей, уточнить какой-то вопрос. И также одноклассники, общение – это тоже очень важный аспект обучения. Учебный год продолжается все с теми же антиковидными мерами. Задействовано максимальное количество входов в школу, обязательно термометрия, обработка рук антисептиками. Расписание плавающее. Классы приходят на урок каждый в свое время. Действует и кабинетная система обучения. У каждого класса своя аудитория. Из кабинета в кабинет переходят не школьники, а учителя. Исключения, конечно, есть. Например, уроки физической культуры проходят в зале. Школы сейчас работают по особому графику уроков и перемен. Главная задача – минимизировать контакты учеников. Вот сейчас перемена, а детей практически в коридорах нет. Они шумят, но у себя в классах. А, кстати, в это время пока в коридорах проветривают. Кстати, и это строго по графику. Как и уборка помещений, работа рециркуляторов. Борьба с распространением COVID-19 дала положительный побочный эффект. Уровень заболеваемости с сезонным гриппом и ОРВИ значительно ниже показателей предыдущих лет. Все меры, которые мы предпринимаем, они, в общем-то, помогают сохранить здоровье детей и преподавателей. На сегодняшний момент у нас никто из детей не болеет COVID-19, никто из учительского состава не болеет COVID-19. И всего 8% учащихся болеет такими заболеваниями, как ОРЗ и ОРВИ. Учебный год 2021 проходит в совершенно новом режиме. И эту самую новизну в деятельность учебных заведений внесли два нормативных акта, подписанных представителями Роспотребнадзора и Министерства просвещения еще в прошлом году. Но они лишь задают рамки школьной жизни в условиях пандемии. А как втиснуться в них решают на местах. И, судя по предварительным итогам, успешно. Однако самый главный экзамен еще впереди. По его результатам и можно будет ставить оценку. Если ты не идешь в Кванториум, Кванториум идет к тебе. Точнее, едет. Более тысячи школьников из шести муниципальных образований Ульяновской области получили дополнительное образование благодаря новому проекту «Мобильный технопарк Кванториум». Который успел отработать в Чердоклинском, Радищевском, Старомайнском, Корсунском, Теренгульском и Индинском районах. Кто-то забыл или вдруг задается вопросом, что такое мобильный Кванториум? Напомним, это передвижной технопарк, оснащенный комплексом современного высокотехнологичного оборудования. Где дети в проектном формате решают реальные кейсы и задачи по перспективным, естественно-научным и техническим направлениям. Черемуха, сирень, гибискус, лилии и даже кувшинки – живописные работы ульяновской художницы Татьяны Агапкиной перевратили музей «Симбирское купечество» в оранжерею. Эту выставку я хотела бы посвятить своим любимым людям, тех, кого я люблю. Их довольно много, потому что мир, он чем ценен? Тем, что есть люди, которые любимые, которые любят нас, которые дарят тепло своей душе, нам. И мне вот хотелось тоже подарить вот это тепло, вот эту радость тем людям, которых я люблю. Архитектор по образованию в 90-х Татьяна работала дизайнером интерьеров. Живопись привлекала, но времени и средств заняться любимым делом не хватало. Личная трагедия одним днем перевернула жизнь Татьяны. У меня умерла мама, и произошел вот этот кризис, когда переоценка ценностей, и я поняла, что я не должна предавать себя, то мое стремление к живописи, которое оно всегда изначально было, я должна в этом развиваться. Тогда я начала формировать свою палитру, мне было очень сложно ее формировать, потому что каждый тюбик, он стоил денег, их нужно было где-то взять, заработать. И постепенно, постепенно. Сегодня художница работает в разных жанрах и техниках. Мастерским предпочитает пленеры. Для Татьяны это прекрасная возможность совместить любимое дело жизни и выезд на природу или путешествие в новый город, деревню, а то и вовсе в другую страну. Привезла несколько работ из Крыма, потом вот я была в Сочи, из Сочи привезла работы, да, еще даже из Конаково, то есть там, где я путешествую, я всегда что-то пишу, и мне очень хочется вот пополнить коллекцию. Именно не просто вот, это какие-то мои личные приключения получаются. Цвету в своих работах Татьяна Агапкина уделяет особое внимание. От любого живописного полотна, уверена художница, идет сильная энергия. Это и цветовая гамма изображения, и энергия самого творца. Все это влияет на наше подсознание и могут изменить даже наши мысли. И человек это чувствует. Мимо некоторых работ люди просто проходят, и как будто бы хочется сжаться, спрятаться от нее. А некоторые работы, вот они вот такие мягкие, такие вот они какие-то, солнечные, приятные. С ними хочется взаимодействовать, смотреть на них, любоваться. Любоваться полотнами Татьяны Агапкиной можно до 24 февраля. Выставка открыла свои двери в музее «Симбирское купечество». Картину дня дополнят региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Я думаю, что это одни плюсы. Первое – это экономия времени. Это ежемесячно надо было идти в поликлинику, заполнять документы, ставить подписи и приходить в кабинет выдачи смеси в определенные дни. Очереди и скудное меню в прошлом. Молочную кухню переформатировали. Дали родителям право выбирать, что взять на завтрак или обед для детей. Удобно, признается Елена Селифанова, мама полугодовалой девочки. Сейчас семья получает на карту 1980 рублей с года и до трех лет. Сумма снизится до 730. Просто и без бюрократизма предоставить в соцзащиту нужный минимальный перечень документов. Паспорт, справку о доходах семьи, заключение врача-педиатра и официальное подтверждение, что ребенок не ходит в детский сад. Список продуктов, которые можно приобрести на данную карту, утвержден Министерством здравоохранения Ульяновской области. Это и молочные смеси, и адаптированное питание, кисломолочные продукты. Детское пюре, овощное, фруктовое, мясное, также соки. Но перечень достаточно большой, поэтому, я думаю, родителям очень удобно будет пользоваться такой картой. Предположим, я держатель детской продуктовой карты, на счету которой 1980 рублей. Что я могу взять на эту сумму? Во-первых, весь ассортимент по карте отмечен вот так в магазине. Я возьму два пюре, детскую кашу, молоко я уже взяла для нее и сок. Итого 334 рубля. Это один поход в магазин. Рокировать продукты можно даже без специальных стикеров. В магазинах региональной торговой сети родителям идут на встречу. Мы своевременно, ежедневно можем предоставить нашим, ну вот данным держателям карт, очень разнообразный и свежий набор продуктов. То, чего раньше не было. Были какие-то затруднения. Нужно было разыграть торги, определенный ассортимент. Мы настолько лояльно можем подойти к вопросам, заменить одно на другое. Минус один. Не во всех районах области есть такие магазины. Приходится ездить в Ульяновск. Дети и внуки Лилии Симаковой живут в Новоспасском. Бабушка помогает закупиться продуктами. Я как бы по работе приезжаю сюда каждую неделю. Мне, конечно, не трудно заезжать в магазин, но остальные не знаю как. Этот вопрос обещают решить в ближайшее время. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтояров, Валерий Кулачков, репортер 73. С 25 января в Ульяновске стоимость проезда вернулась к доковидным значениям. До 8 часов вечера за одну поездку на маршрутном такси мы отдадим 22 рубля, а после 27. Согласно постановлению 1597, статье 6, пункта 4, юридические лицензии на предприниматели, оказывающиеся услуги под нерегулированным тарифом, они должны нас уведомлять за 30 дней об изменении тарифа, что они и сделали. Возвращать прежний тариф перевозчики начнут постепенно, до 27 января. Удерживать вирусную больше нет возможности, все тут в профильном отраслевом союзе. Затраты растут, а доходы упали. Фактически по сырой поток в городе Ульяновске упал почти на 50-70% на некоторых маршрутах. Ну, соответственно, и доходы упали. Но нам для этого необходимо и оплачивать заработную плату, оплачивать не только водителям, но и механику, так же и медицинскому работнику. Рост стоимости в общественном транспорте всегда воспринимается остро. Цена не всегда соответствует качеству перевозки. Из этого и шквал недовольства. Однако на этот раз ульяновцы с пониманием отнеслись к возврату цены. Жизнь диктует свои условия. Но им спасибо, что они все-таки в самое трудное время смогли сократить, снизить. 22 рубля – это неудобно, потому что разменом дают. То есть не всегда есть по рублю, то есть даешь 30 рублей, а тебе дают по уже сдачу рубль, 2 рубля. Ну, то есть неудобно. А 20 вроде всегда есть. Им тоже надо жить на что-то. Все растет. Ничего не идет, нас потолка повышается. Выходить из кризиса нужно не только перевозчикам. Коронавирус ударил практически по всем коммерческим структурам. При этом ульяновцы надеются, что возврат к старой цене вернет на свои места и некоторые маршруты, закрывшиеся во время пандемии. Стоимость в общественном транспорте изменилась. Однако неизменным остается тот факт в наше ковидное время. Перед тем, как зайти в маршрутку, стоит надеть маску и перчатки. Это же ваша безопасность. Белоснежные стены с пузырьковыми панелями в качестве декора, новая удобная мебель, электродные терминалы для записи на прием. На первом этаже поликлиники размещены информационные мониторы. Старую регистратуру переделали до неузнаваемости, расширив площадь холла. Раньше не сильно страшно было, но сейчас просто шикарно. Очень красиво, очень удобно все сделали по-другому. Очень красиво, очень хорошо, очень удобно. Я вообще в нашей поликлинике так вот довольна. На входе обязательно замерять температуру. Всех, у кого она повышена, проконсультируют и направят через другой вход. С обновленной стойки администратора персонал управляет потоками пациентов. В рамках нового национального проекта здравоохранения, конкретно новой модельной сельской организации, в учреждении были выделены 6 миллионов рублей. В августе месяце заключен контракт. На сегодня будут все спланированные работы. Контракт заключен на 3 миллиона 650 тысяч рублей. У нас осталась экономия 2 миллиона почти 400 тысяч рублей. Обновление завершили по принципу бережного производства. И это позволило значительно сэкономить и закупить новое оборудование. В ближайшее время ожидается прибытие еще 169 единиц автоматизированных рабочих мест. И это только начало. Дальше полный переход всех медучреждений на электронный документооборот. Самое главное, соответственно, благодаря этому сотрудникам не требуется больше дублировать меддокументацию. Соответственно, ускоряется процесс оформления и значительно упрощается процесс контроля. Чем быстрее, тем лучше. Строительные работы в медучреждениях региона, ранее запланированные на 2022 год, начнутся во второй половине 2021-го. Все экспертизы пройдет. Как раз нам где-то уйдет точно не менее полгода. И ориентировочно там в июле, в августе мы могли бы, так сказать, на все вот такие объекты, как, допустим, эта поликлиника, на которую мы с вами зарезервировали, будем считать, что на это на следующий год 75 миллионов рублей, огромные деньги, начнут с работы. В догонку запланирован и полный пересмотр проведения торгов на ремонт медучреждений. Теперь формировать проектно-спектную документацию и проводить строительно-монтажные работы будет одна и та же организация. И это позволит избежать путанец и непредвиденных затрат. Павел Патриков, Геннадий Бухтайяров, репортер 73. Я сам в декабре переболел этой инфекцией, переболела моя семья. И, конечно, здесь нужно своевременно обратиться к врачу и не затягивать. У нас ведь как принято. Лучше я недельку похожу на работу с симптомами, заработаю чуть больше денежек, а потом еще больше денежек потрачу на лечение. Доктору Белогубову не повезло и повезло одновременно. Да, бывает и так. Все-таки заболел, но лечился в период максимально отлаженного алгоритма действий. Медицинскую помощь оказали по первому вызову. Бесплатно взяли мазок и выдали нужные лекарства. К пенсионеру Сафронову вирус нагрянул месяцем раньше. Есть кишечник, все испортили. Короче, такая вот зараза, которую одно лечим, а другое калечим. Вирус уходит, осложнения остаются. Переболевшие массово жалуются на ухудшение зрения, обоняние и памяти, одышку и кашель, тревожные и депрессивные расстройства. На последнее чаще всего оно и понятно. Ковид прицельно бьет по психике и нервной системе. Часто у этих людей просто отстается тревожное расстройство. То есть они опасаются, что эта болезнь как-то себя разовьет в дальнейшем. У них останутся какие-то последствия в будущем. И, конечно, этим категориям пациентов необходима помощь психиатра. Ученые констатируют, но окончательную исследовательскую черту не подводят. Коронавирус – заболевание хроническое, требует длительной реабилитации. И хорошо бы в санаторных условиях, на которые, естественно, нужны средства. А после болезни, где же их взять? Замкнутый круг. Чуть больше повезло медикам. Для них запущено и успешно реализуется бесплатная региональная программа комплексного восстановления. Остальные рецепты выискивают сами. Всем хочу сказать, что болезни-то есть. Главное, я сейчас в магазинах везде, хоть переболел, все равно маску одеваю. Захожу в руки. И стараюсь в магазины больше никуда. И сразу в машину, в лес, ну или где-нибудь на рыбалку, часик-два посидеть. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Долго искал и удачно нашел. Профессию брутальную и требующую максимальной бдительности. Сергей Шихов из семьи потомственных водителей и сам много лет за рулем. Но лишь последнюю пятилетку не мчится, а скользит. Не по асфальту, по ледовому покрытию. Эта профессия, ей нигде не обучают, кроме как на рабочем месте. Здесь все передается от более опытного, более молодому человеку. Получается, что ни технику, ни училищ нету по этой специальности. Приходится здесь всему самому учиться. Первые полгода просто приноравливался, лишь потом включилось профессиональное чутье. С боков, где накатано меньше, больше подрезает. В центре, где лед максимально тонкий из-за солидных нагрузок, добавляет воды. Кстати, H2O подается 50-градусная. Именно такая температура обеспечивает гладкое и прочное покрытие. Чувствую тем местом, на котором сижу, даже так. Либо неровность льда или волна какая-то, случайно появившаяся на льду, уже чувствуется. Я даже сам удивляюсь. Раньше я думал, ну лед и лед, гладкий и гладкий, ровный и ровный. Оказывается, нет. Машина работает в очень агрессивной среде. Здесь постоянная влажность, там минус, здесь плюс. Часть машины, я так понял, вообще из нержавейки состоит. Чтобы скользило, как по маслу. Регулярные техосмотры и процедура шпринцевания отдельных точек. Каждый автомобилист, который в Советском Союзе ездил, примерно знает, как это делается. Все волги раньше, москвичи, газели, часть, все проходили эту процедуру. Укротителями капризного льда, юными и постарше, Сергей неизменно любуется. И вроде сам человек спортивный, отлично плавает, бегает на лыжах и даже скачет на лошадях. А вот по скользким дисциплинам, признается честно, не зачет. Когда я сюда устроился, я тут же достал себе коньки. Буквально в ближайший же месяц, если не два, может быть, так вот. И, к сожалению, я ни разу на них не вставал. Ну, вот не знаю почему. Ну, боюсь я на коньках кататься. Во-первых, падать больно. А для других заливает исправно и регулярно, с 7 утра и до часу ночи. Успевает за 20 минут, если тренировочный процесс, и за 15 во время соревнований. Идет заливочный процесс, посмотрите, пока еще вода даже не превратилась в лед. А в классическом варианте толщина льда не должна превышать 5-7 сантиметров. Но несмотря на то, что лед вот такой холодный, жизнь здесь кипит самая, что ни на есть жаркая. Работает школа фигурного катания, различные хоккейные секции. Ну, а сейчас идет подготовка к турниру силовых структур. Он запланирован на 23 февраля. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Татьяна Домоданова, Юрий Давыдов, репортер 73. Яйца, мясо, молоко будут постоянно! По данным сайта Гесметио, 26 января в Ульяновске пасмурно. Температура воздуха по области ночью от 0 до минус 4, днем минус 1, минус 5. В областном центре ночью 1,3 градуса со знаком минус, днем минус 2,4. Ветер преимущественно южный, 5 метров в секунду. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. В 1974 году во французском Ангулеме учрежден один из крупнейших фестивалей комиксов. А как же Соединенные Штаты с их бесконечными супергероями и миллионами вселенных? Алексей, не все комиксы одинаково полезны и не все созданы в Штатах. Графические и литературные произведения популярны во всем мире. Допустим. Но почему это в это утро мы говорим о фестивале в Ангулеме? Все просто. В этом году на выставке представят творческие работы художников из 10 городов, объединенных общей темой «Город после пандемии». Пока что ничего не прояснилось. Ну вот и не перебивай. Наряду с художниками из городов Ангулем, Пучхон, Квебек, Нанкин, Рикьявик, Слимани, Хильдесхайм, Хоффман и Турда, свои работы покажут ульяновцы Александр Волков и Юлия Узрютова. Последние на суд жюри представят комикс Сона Бломова. Вот теперь стало понятнее. Только теперь хочется увидеть эти комиксы во Франции, естественно, а не у нас. Я думаю, мы обязательно их увидим. Имейте терпение. А пока пусть и не в картинках. О культурных событиях ульяновской области расскажет Ярослав Щедров. Вчера Владимиру Высоцкому исполнилось бы 83 года. В нашем архиве нашлась видеозапись, на которой во время его приезда в Ульяновск в 2017 году мы общались о Владимире Семеновиче с его другом детства и юности, известным поэтом-песенником Игорем Кахановским. Как вы относитесь к тому, что сегодня благодаря Никите Владимировичу попса перебивает песню Высоцкого? Вам все нравится? Нет, мне совсем не все нравится. И вообще была бы моя воля, я Гарику Сокачеву просто бы запретил петь Высоцкого. Гипотехически, если в свое время, простите, я буду так говорить, Гарик Кахановский не научил своего друга Володю Высоцкого нескольким аккордом на гитаре, Владимир Семенович состоялся бы, как Владимир Высоцкий? Состоялся бы, наверняка. Он бы наверняка его... Ну, во-первых, это было песенное время. Галич, Акуджава, Городницкий, Клячкин, я сейчас не вспомню всех, наверное. Это было вот такое поветрие, такое вот явление, такой, как теперь говорят, тренд, понимаете? И он абсолютно естественно влился в него, потому что он петь любил. Он актер по природе своей. И он... Нет-нет, он не прошел бы мимо. Мы поступили вместе благодаря моему первому спортивному разряду по хоккею в мессии имени Комбыша, изжене строительного института. Вот. И когда мы сидели, чертили в ночь с 55-го на 56-й год, новогодние ночи у него чертежи, которые нужно было сдать 1 января 1956 года, иначе до экзаменов не допускали. Вот. И я увидел, как он написал образцы всех шрифтов, которые употребляются в черчении, и меня обуял такой дикий хохот, что я не смог держаться. И он тогда взял и это все полил и сказал, «Восенчик, я больше в этот институт не хожу». Сегодня даже нелюбители сострогательных наклонений не часто задают себе вопрос, а вот если бы был жив в Основске? Он бы не принял все это дело. То есть он был бы не с Говорохиным, а с Навальным. Это точно совершенно. А в минувшее воскресенье свой 68-й день рождения отпраздновал российский айтист, дирижер, педагог и общественный деятель Юрий Башмет. И опять же запись из нашего видеоархива, где за кулисами Башмет рассказывает в частности, как он стал дважды народным артистом СССР. «Нужно было какое-то заявление написать, я этого не делал. Но автоматически считается, что если был народным СССР, то является сегодня народным Россией. Но это замечательные ксивы. И сегодня тоже для любого полицейского, для паспортного контроля все улыбаются. Я говорю, я бывший народный бывшего Советского Союза. Через 9 лет после того, как я это звание получил, я познакомился с Михаилом Сергеевичем на одном из концертов. И показал ему это удостоверение, рассказал, что эта ксива замечательная. Сказал, правда, помогает. Я говорю, очень. Можешь показать? Могу. Я ему показал. Он листал, листал, потом обнаружил чистый листок бумажки и написал, подтверждаю, Михаил Горбачев. То есть через 9 лет еще раз. Поэтому я говорю, дважды. Но на самом деле у каждого из нас в жизни есть периоды взлетов, и периоды просто профессионализма, и периоды каких-то неудач. Я был гитаристом, у меня была своя группа. Это было время Битлз. И я так для мамы играл на скриточке, выходил в музыкальную школу, и вот Битлз кончились. Они вообще никогда не кончатся, но они перестали быть модными в нашем возрасте. Это 12-13, где-то так до 19. Вот уже не Битлз, а кто? А никого не было? И куда, как жить дальше? Конец был, наступил. И вот в этот момент меня спас Владимир Ильич Ленин. Объявлен был в Киеве конкурс, посвященный столетию Ленина. Молодежи. Огромный конкурс. Я туда стал готовиться, приехал, и там оказался победителем. Алексей, скажи мне, насколько ты упорный человек? По десятибалльной шкале я бы сказал шесть. А может восемь или девять. У меня два высших образования, это о чем-нибудь договорит. В законченных высших дипломах. Безусловно, с дипломом. Доказательства, все. Синенькие. Ну да, упорства не занимать. А вот мужчина, например, из Англии 157 раз проваливал теоретический тест на водительские права, потратив на этот процесс около 3000 фунтов. И знаешь, Алексей, общественность раскололась на два лагеря. Одни считают человека худшим потенциальным водителем, а другие образцом упорства. Ну, на самом деле, я бы, конечно... Ну, потому что, ну а как еще? Это первая стена потом. Даже если ему подарят эти права торжественно, там, не знаю кто, президент ГАИ у них, например, и вот дает права. То есть ты думаешь, что на... И он садится в свою машину и тут же врезается в первую стену. Я считаю... На каком нужно было уже закончить? На какой попытке? Мне кажется, нужно лимитировать это вообще на законодательном уровне. Вот так вот. Восемь. Восемь раз? Восемь раз и больше нет. Если нет, значит, ну не судьба тебе стать водителем. Это мое мнение. Ну, как же обстоятельства разные. Ну, вот мало ли. Какие, например? Если не можешь водить машину, ты переходишь на мотоцикл, например, да? Нет, ну и мотоцикл не смог сдать. Велосипед, дальше скейт. И потом просто тебе выдают торжественно тапочки. Ладно, ладно. Но самое интересное ведь в другом. Права-то он не получил. Ведь после 157 попыток сдать теорию, его ждал практический экзамен. Ну, в свою очередь, будем держать за него кулачки и радоваться тому, что на наших дорогах этот водитель вряд ли появится. Но упорство он, конечно, проявил знатное. И оно будет не лишним во многих делах. Например, при украшении собственной квартиры, когда хочется сделать что-то уникальное своими руками. Чтобы ваши попытки не затянулись, посмотрите-ка обязательно следующую серию рубрики «Стиль». Добрый день, уважаемые телезрители. С вами в студии Анна. Это рубрика «Стиль». Сегодня мы с вами будем делать вот такую вот композицию на спиле. Из сухоцветов. Что нам для этого потребуется? Непосредственно спил. Можете приобрести его в Леонардо, например. У меня еще также пенопласт для основы. И наши сухоцветы. На всякий случай термопистолета, клей, ножницы. Что мы делаем? Из пенопласта вырезаем кусочек, необходимый нам, под размер нашего букета. Вы можете варьировать в зависимости от желаемого. У меня букет из высокой травы, поэтому основа мне нужна небольшая. Далее фиксируем нашу основу на спил с помощью термоклея. Далее в кусочек пенопласта вставляем наши сухоцветы. У меня это заранее подготовленные сухоцветы с лета. Можете приобрести их также и в Леонардо, в любых флористических магазинах. Начинаем, как всегда, с распределения больших элементов. Можете приобрести их также и в любых флористических магазинах. Можете приобрести их также и в любых флористических магазинах. Просто приклейте его на любую шпажку, возможно, даже на зубочистку термопистолетом. Также вставляем наш хлопок в пенопластовую заготовку. И потом ножку из пенопласта я просто декорирую нашими элементами. В композиции использую вот такие вот цветочки. Это цветы из фисташек. Для статичности декоративные элементы можете фиксировать термопистолетом. Вот что у нас с вами получается в итоге. Ножку из пенопласта предлагаю задекорировать сизалевым волокном. Вот такая композиция у нас в итоге с вами получилась. Спасибо вам большое за внимание. С вами была Анна. Это была рубрика «Стиль». Увидимся с вами в следующей передаче. Мы продолжаем утро с репортером. И, конечно же, продолжаем всю неделю праздновать великолепный праздник День студента. Праздновать. Расмахнулся Алексей. Мы продолжаем встречать в нашей студии замечательных гостей, ярких представителей студенчества. И сегодня на очереди у нас прекрасный университет. Это Ульяновский педагогический университет. И сегодня у нас в гостях Житкова Наталья, председатель первичной профсоюзной организации студентов УЛГПУ, а также магистрант факультета физико-математического и технологического образования Ира Фаенков Андрей, директор студенческого спортивного клуба УЛГПУ, магистрант факультета физической культуры и спорта. Доброе утро. Привет, ребята. Доброе утро. Магистрантов тоже поздравляют с Днем студента? Конечно. Конечно, вы еще учитесь, да? Продолжайте. По очной форме обучения, все как положено. Первый курс. Первый вопрос. Как отпраздновали? Значит, ну я замечательно отпраздновали. У нас было много спортивных мероприятий. В два дня у нас проходила студенческая спортивная ночь. Это была площадка в Болде-спорт-арена. Там у нас проходил неформальный зачет по физической культуре. Ну, различные упражнения интересные. И также было небольшое массовое катание. Ну, массовому не назвать, потому что приглашалось по спискам студентов. Приглашали в Болде-спорт-арену. И дистанция, да? Полтора метра. Да. Ну и в 25-го у нас прошло уже на нашей базе, на территории нашего университета. Это была площадка, новая у нас спортивная площадка есть на территории общежития. Там у нас был футбол на валенках и перетягивание каната среди наших студентов. Помимо этого, в нашем университете наконец-то открыли новое пространство для студентов на третьем этаже. В церемонии присутствовали как активисты-студенты, так и ректоры нашего вуза. Также прошла традиционная церемония возложения цветов к памятнику Ильи Николаевича Ульянову, у которого День памяти. Ну и множество других мероприятий, в том числе поход в кино дружным студенческим коллективом. Очень весело. Да, весело, пандемия, то есть как бы вас не ограничивают. Да, как-то вот не прозвучало пока ни разу, что вот онлайн. Дистанционное образование и вот какие-то... К счастью, очень отрадно, что именно День студента удалось провести более или менее в очном формате. На улице, спортивно, со свежим воздухом, с дистанцией, но тем не менее очно. Наверное, ребята были очень рады видеть друг друга, потому что вот вчера мы общались с Юлей, и она очень сетывала на то, что дистанционные экзамены, дистанционное обучение, и все это такое, знаете... Да, это складывается в любом случае в неприятную такую картинку, когда ты не социализируешься со своими друзьями, со своими коллегами, постоянно приходится копаться в интернете, в документах, то есть работа маленько стала другая, не такая творческая, как была раньше в очном формате. Ну, мы уверены, что совсем скоро мы все победим и все вернется. Давайте немножко о ваших проектах поговорим. Наталья, проект «Русские каникулы». Расскажите, пожалуйста, о нем поподробнее, в чем суть, в чем история, в чем, может быть, какая-то изюминка его. «Русские каникулы». К нам сейчас в город приезжает очень много иностранных студентов, и мы уже давно думали, что же мы можем для них провести. И вот сама родилась идея такая сделать какой-то проект, который помог бы адаптироваться этим студентам не только вот к учебе в ВУЗе, но и, в принципе, к России, к особенностям, к традиции, к культуре, и познакомить с Ульяновской областью, потому что многие приезжают и ничего не видят, кроме центра города, никуда не ездят, нету возможностей, и не знают о каких-то вещах, о которых знаем мы. Так вместе со студентами мы смогли посетить Ундровский палеонтологический музей, вывести иностранных студентов. Съездили в музей Аркадия Пластова, в Преслониху, что как бы они увидели красоты природы вообще Ульяновской области, познакомились с культурой. Помимо этого проходил показ, кинопоказ под открытым небом около общежития, где, собственно, эти студенты проживают, тема которого была, естественно, дружба между разными народами. И все завершилось на прекрасной ноте, вкусной ноте, можно так сказать. У нас прошел мастер-класс «Готовим дружбу», где иностранные студенты на базе нашей столовой готовили вареники, оливье. И, естественно, им помогали при этом и русские студенты. Стоит отметить отдельно, что у нас было 150 волонтеров, которые везде помогали иностранным студентам, вплоть даже до языка где-то, потому что не все понимают русский язык. И вместе получилось так не просто социализироваться, а действительно подружиться. То есть иностранцы готовили наши блюда, да? Да, да. Мы знакомились, они знакомились с нашими традициями. В свою очередь они рассказывали про свои. Надо запланировать следующий шаг. Это должно быть, чтобы русские студенты готовили какие-то национальные блюда различных кухонь мира. Мы возьмем на заметку. Кстати, интересная идея. Пригласите меня обязательно, я буду все пробовать. Дегустировать. Андрей. Андрей, о своем проекте тоже расскажите. У нас в 2020 году университет выиграл конкурс президент Тигран. И у нас был такой проект «Спортивный венец». Он уже завершился. Было очень много спортивных мероприятий. Вовлечено было в этот проект 5000 студентов в Судьянской области. Если мы говорим о наших студентах, у нас 3600 где-то учатся на очном отделении. Из них почти все тоже поучаствовали в различных спортивных мероприятиях. Большое количество было мероприятий. Это были встречи с успешными звездами спорта. Урок успеха со звездой. Были активные субботы. Летом проходили. И осенью на территории нашего бульвара «Венец». Отсюда название было «Спортивный венец». Это было создание неформальных площадок на открытом пространстве нашей Ульяновской области. И самым важным здесь, я считаю, что у нас появилась новая спортивная площадка на территории общежития. Открытая спортивная площадка, футбольное поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка и еще вокруг беговая дорожка. Это очень круто, когда у студентов есть такая возможность выйти из общежития, поиграть в футбол, волейбол или баскетбол. И сейчас как раз у нас проводится конкурс на название этой новой спортивной площадки. То есть какой-то из студентов может внести себя в историю педагогического университета. Что нужно сделать, чтобы поучаствовать? Да, и кто может участвовать? У нас в медиа-центре публикация, там расписано, как это сделать, гугл-форума. Нужно там заполнить данные, рассказать об своей идее. Давайте, в общем, вернемся все-таки к празднику. Вот вы говорили вчера с Юлей об этом. Современный студент, каков он? Перед вами. Целых два представителей, да, современного студенчества. Ну вот сейчас студенты. Просто разные, действительно. Это тот студент, который успевает совмещать учебную деятельность, ради которой, в принципе, мы и идем в ВУЗ, не забываем, что образование это ключевое для студента, особенно современного студента. При этом он может быть и культурно-творческой деятельностью, заниматься сколько он может, развиваться в этом направлении, и в ту же спортивную деятельность уходить, в деятельность по правозащите. Все может современный студент. Моя точка зрения. Ну а я сейчас смотрю на первокурсников, бакалавриат, и есть такое сравнение, что я когда поступал на первый курс, и они сейчас. То есть это люди сейчас более такие зажигательные, я считаю, тиктокеры, можно их так назвать, да. И коммуникабельные успевают, в принципе, все. Сейчас смотрю, как они бегают, сессию сдают, как они успевают какие-то видео снимать для университета, в конкурсах участвовать, в том же спортивном венце. Первокурсники были новые наши, максимально задействованные. И вроде все успевали, все получалось. Это в первую очередь коммуникабельность, я считаю. А как вы вот с магистратурой совмещаете сейчас всю остальную свою деятельность? У нас как раз вчера началась сессия, у меня лично на направлении, поэтому интересно совмещаем. Вот мероприятие посетили, и есть между кино и открытием площадки время, как раз сдаешь экзамен. А вот в воскресенье готовишься к экзамену. На самом деле, пока успешно сочетается, и очень рада тому, что удается совмещать и работу, и учебу в одном прекрасном месте. Да, я тоже этому рад, и у меня тоже, фу-фу-фу-фу, все успешно, все на отлично уже закрыли. Ну да, вы так очень продуманно подошли, и работают тут, да. А помогает, кстати, вот это вот в учебе? В учебе? Активная деятельность. Но все равно спрос, как со всех студентов, конечно. Да, иногда, возможно, даже больше, потому что пропускать... То есть поблажек вам не дают. Больше, спрашивают больше, все, что пропустила, обязательно спросят. А пропускать много приходится? Ну не скажу. По крайней мере, сейчас с дистанционным обучением это стало плюсом в какой-то мере, потому что удается посетить пары, даже когда ты, ну, очно бы ты ни за что не пришел. А вот дистанционно подключиться ты можешь, потому что ты находишься, допустим, в другом городе, у тебя командировка, но есть время свободное. Ты подключаешься, ты так же спокойно занимаешься. Все-таки есть плюсы дистанционки. Небольшие, но и нет. Ну для тех, кто работает. А вот, да, на качество образования, это все-таки дистанционный формат обучения, он влияет сильно, не сильно, и, может быть, вообще не влияет. Здесь уже ответственность, я считаю, ложится на самих студентов, потому что здесь ты уже, за тобой никто не следит. Ну, понятно, что куратор отслеживает все это, как задания выполняют на сайтах дистанционного образования, собирают в зуме всех, но тем не менее, то есть студент уже сам за себя в ответе, когда его уже никто не будет подталкивать на то, чтобы он это сделал, ему, если не выложил, извини, все, ты не получишь своих баллов за определенную работу. Слова ответственность никто не отменял ни дистанционно, ни очно. Ну да, но здесь уже больше самих студентов. Какие планы? Вот все мы ждем, когда сможем собираться большим количеством на мероприятиях. Какие у вас задумки есть для студентов? А мы уже как раз начали совместно с правком. У нас сейчас будет проходить отборочный этап в рамках Ассоциации студенческих спортивных клубов России, чтобы потом поехать на Всероссийский суперфинал. Как раз это тоже такой отголосок спортивного венца, потому что у нас студенческий спортивный клуб как структурное подразделение стал. И мы сейчас, ну, в ограничительных таких мерах, но будем проводить спортивные мероприятия. Это будет соревнование по бадаментону, настольному теннису, баскетбол 3х3, стритбол, такое общенародное название. И будет две дисциплины онлайн, это шахматы и ДОТА-2. И как раз совместно с правком мы являемся организаторами этого мероприятия. Кроме спорта, да. Так у нас спорт круто, что пропагандируется, это очень важно, полезно. На самом деле, дистант не помешал мероприятиям, то есть они все перешли в другой формат, естественно, от этого меньше отдача. У нас планируется школа профсоюзного актива, она пройдет в феврале месяце, к сожалению, все еще дистанционно, но тем не менее, студенты получат те знания, те какие-то новые знакомства, которые могли бы получить и очно. Естественно, в меньшем количестве, естественно, нету эмоций. То есть вот мы сидим перед экраном, и хочется вот прям поделиться, обняться, но невозможно этого сделать. Поэтому как только у нас выйдут все окончательно очно, это 100% будут массовые мероприятия, все школы, все слеты, все будем проводить как можно быстрее, больше, в большем количестве, чтобы познакомиться с первокурсниками, наконец-то, познакомиться максимально живо. Обняться обязательно. Обняться. Ну и еще о дистанции, можно сказать, по мероприятиям очень такой хороший момент, то, что по спортивному венцу, опять же, у нас прошли, был межвузовский слет волонтеров, это 500 участников, тут были не только с нашего вуза, но и с других вузов, где подключение онлайн. Была финальная программа, итоговое мероприятие у нас спортивного венца. И то есть это дает возможность подключиться на какие-то тренинги, вебинары заочно, и посидеть, послушать, почему нет, когда ты, например, не можешь приехать в какое-то место, у тебя там времени нет на это. Уже привыкли, приспособились и работаем с тем, что есть. Вообще, Алексей, если ты не знаешь, педагогический университет это мой родной вуз, и вот я помню, в наши времена, когда мы отмечали День студента, у нас был конкурс песни. Песняный марафон в Татьяне День не отменился. Это традиция живет. Конечно, она живет каждый год, и в этом году первый раз, к сожалению, он пройдет в уже ставшем привычном дистанционном формате. Все участники, кто хотел поучаствовать, отправляли свои выступления на почту. Жюри, как обычно, отсматривало, и лучших, конечно же, награждают вместе с первичным посредством. Посмотреть, где зрителям, ведь все-таки атмосфера вот эта вот... Я думаю, что это еще будет, да, в течение следующей недели, возможно, будут выкладываться и видеозаписи, если дали разрешение пользователей на них. И узнаем и об итогах попозже, когда уже пройдет оценка членами жюри. Ну здорово, я очень рада, что традиция жива. Екатерина открылась для меня с новой стороны. Ты побеждала в этом конкурсе? Я не участвовала в этом конкурсе даже, я тебе больше скажу. Я просто училась в этом университете и была зрителем во время песни. Видимо, именно поэтому ты и так волнуешься. У меня вот такой вопрос еще к вам, ребят. Вы очень активный профсоюз, спорт, но у вас же есть какая-то основная профессия, на которой вы учитесь. Вот по окончании университета вы пойдете работать по профессии или продолжите вот тот путь, который, тот вектор, который вот сейчас у вас есть? Продолжу в путь, так как у меня профессия сейчас направление подготовки идет в управление в сфере физической культуры и спорта. Я и так, то есть, этим уже заниматься начинаю. Безотрыгно. Ты видишь, как все занимается. Все схвачено, да. Все постепенно по ступенькам вверх. У меня подраматичней. Я учитель математики английского языка. Сейчас учусь на математике более подробнее. Очень хочу в школу работать. Очень хочу хотя бы год-два отработать в школе. Прямо мечтаю об этом. Но, возможно, это получится осуществить и в нашем ВУЗе. Я не знаю еще, как сложится жизнь, потому что у нас есть прекрасные лицейские классы в ВУЗе, 10-11 класс. Возможно, получится и устроиться в ВУЗ, потом именно преподавать по предмету. То есть, все, да. Достаточно просто. Ну, а мне практики в школе хватило. Очень радует такое рвение поработать в школе. Это, мне кажется, С одной стороны поработать в школе, а с другой хватило практики. Как бы вот в этом нечастно. работать с детьми это интересно. То есть, те же практики, они у нас проходят очень качественно. Мы полностью проводили уроки по физической культуре уже когда на третьем на четвертом курсе бакалареата был. Ну, и это должно быть призвание именно проводить уроки с детьми. Тут нужен определенный такой подход и что-то должно в душе рваться к этому. Я думаю, Андрей неплохо проявит себя в выбранной сфере и добьется успеха в ней. Все, все добьются успеха. Ребят, спасибо вам большое за это бодрое утро. Спасибо вам за ответ и спасибо за диалог. И вот такой неожиданный подарок, совершенно... Совершенно неожиданный. Откуда я достал эти конфеты, непонятно, это вам. Спасибо большое. Жизнь будет слаще, немного удачи на сессиях. Кто-то уже сдал, кто-то еще, только предстоит. Всех студентов еще раз праздник. И в последующем, да, вообще удачи. Спасибо большое. Напоминаю, что этим утром у нас в гостях была Житкова Наталья, председатель первичной профсоюзной организации студентов УЛГПО, магистрант факультета физико-математического и технологического образования. И Рафаенков Андрей, директор студенческого спортивного клуба УЛГПО и магистрант факультета физической культуры и спорта. Вот так незаметно, но интересно, пролетели два часа утреннего эфира, а значит, пришла пора поговорить о праздниках этого дня. Я буду придумывать свои собственные праздники. То есть, официальных тебе событий, я так понимаю, не хватает? Ну, почему же? Хватает, но давайте чем-нибудь разбавим вымышленным. Почему бы нет? жги, не смей прервать твой поток креатива. Например, какое сегодня число? 26 января. Вот определились отныне 26 января, на первый случай будет днем придумывания, праздник, придумывания праздников. Отлично. Что нужно делать? Каждый человек, например, в этот день должен придумать свой собственный праздник и отметить его. С размахом отметить? Это серьезный вопрос. Для того, чтобы праздник, что называется, прошел и удался, нужно найти двух-трех друзей и с ними отметить этот праздник. Вот только в этом случае он считается отпразднованным. Так. Отпразднованный праздник. У нас с тобой двое, еще у нас оператор есть, там режиссер. Получается, что день придумывания праздника у нас уже в зачет пошел. Да, вот Константин уже празднует. Ну, давай все-таки продолжим, да, про праздники. Например, сегодня международный день таможенника, день Австралии. И грандиознейшее событие отмечает Беларусь. Там сегодня день белорусской науки, а это почти так же круто, как если бы сегодня, например, профессиональный праздник отмечали британские ученые. Неважно, какой праздник вы отмечаете, цветы на нем будут точно не лишними. Так что, если хотите ярких красок и свежести, вам поможет партнер нашей программы салон цветы и штучки. И, конечно же, мы напоминаем о том, что, если вы вдруг проспали эфир, а может быть, просто пропустили его по вынужденным обстоятельствам, обязательно заходите на наш сайт reporter73.tv и обязательно смотрите нашу программу. Ну, а своими историями можете поделиться по номеру телефона утренней редакции 30 50 73. На этом мы будем прощаться, к сожалению. Этим утром для вас работали Екатерина Музурякова и Алексей Сорокин. До завтра. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин